Человек приходит, звонит Вам с целью поплакаться в жилетку, выговориться о своих жизненных проблемах во всех подробностях. При этом это занимает очень много времени, которым я, как правило, не располагаю. Попытки утешить, настроить на оптимизм не всегда имеют успех. Человеку явно важнее выговориться, стоит ли в этом случае выслушивать человека из вежливости. А это Вам решать, стоит ли Вам из вежливости слушать человека или не стоит. Нельзя сказать, что во всех случаях нужно поступать именно так или по-другому. Это все зависит от Вас, от конкретно этого человека, который Вам пытается плакаться в жилетку. С одним человеком лучше сесть и выслушать его. И лучше не потому, что он Вас быстрее отпустит и Вам меньше затратно, а просто потому, что человеку действительно нужна помощь. А другой человек, он это делает не потому, что он пытается в чем-то разобраться, а потому, что он нуждается во внимании. Просто нуждается во внимании. И он будет эти сопли жевать без конца, потому что ему нужно единственное, чтобы его слушали. И все. Он этим упивается, он этим живет, он сосет эту энергию, и все. И ничего конструктивного Вы с ним не сделаете. Такого, так сказать, подсаживать на вот это вот нельзя. От него нужно уходить, дистанцироваться, как-то барьер какой-то ставить, себя защищать. Потому что толку от того, что Вы выслушаете, не будет никакого. Он из Вас все, Вашу душу опустошит, высосит он из Вас все. Вы уйдете, будете думать, что это какой-то кошмар, и все, ничего не изменится. А он дальше снова придет с такими же соплями, слезами, все будет ровно то же самое, еще хуже даже. Потому что он именно питается вот этим вниманием Вашим. К сожалению, такое в моей жизни, например, и в жизни любого священника, это достаточно частое явление, потому что самое ценное, что есть, такая есть фраза расхожая, что самое ценное, что есть, это внимание человека, человеческое внимание. Так вот, сейчас, в наше время, очень сложно получить это внимание, очень сложно. И есть люди, их очень много, которые в своей жизни недополучили внимание от родителей, от мамы, от папы, от бабушек, дедушек, вообще не додали им, их недолюбили. И вообще на них внимания никто никогда не обращал. Единственное, что им нужно, это вот, чтобы с ними кто-то вот сел, им внимание нужно, именно внимание, не решение проблемы. И вот они этим вниманием пытаются как-то завладеть. Причем, в случае со священником, как это происходит, я вам просто расскажу, чтобы вы для себя выводы какие-то сделаете. Такой человек приходит и говорит, что у меня такие-то проблемы, у меня вот это, у меня вот то, у меня пятое, у меня десятое. Короче говоря, там целый ворох каких-то проблем. Вот его слушаешь, слушаешь, посоветуешь ему так или сяк, или еще что-то. Все, расстались, он через неделю или через несколько дней приходит и снова. Там еще что-то, вскрылось, еще что-то обнаружилось, еще что-то. И получается ситуация, когда, что бы ты ни сделал, все это обернется против тебя. Потому что чем больше ты попытаешься этому человеку помочь, тем хуже ему будет становиться. Потому что он не понимает, что с ним происходит, он реально чувствует, что ему хуже и хуже становится. Это не то, что он злодей и пытается коварно тебя обмануть. Нет, он и сам обманут. Ему кажется, что у него там великие проблемы, они только усугубляются, усугубляются. Они и будут продолжать усугубляться до тех пор, пока ты ему это внимание даешь. Он неосознанно, еще хуже ему становится. И все, это замкнутый круг. Чем больше ты туда вкладываешься, тем больше у него проблемы нарастают. Поэтому многие священники, особенно на исповедях, вы можете это наблюдать, они не слушают людей. Они раз, быстренько, быстренько, и следующий, следующий, следующий. Потому что, если начнешь слушать, это только хуже будет, чаще всего. Самому тому человеку хуже будет. Может быть, я сейчас говорю странные вещи, для многих неожиданные, но это так. Субтитры создавал DimaTorzok